Здравствуйте, друзья! С вами Кузнецов Дмитрий. Немножко нетрадиционно сегодня встреча у нас, выход в эфир. Но вам многим будет интересно. Наверняка многие из вас сталкивались с представителями власти. И вот я нежели для себя столкнулся с данным конкретным событием. В двух словах. Накануне мы с друзьями немножко лишне посидели. Я напомню, что я такой же человек, как и вы, из мяса и костей. И мне не чужды ваши вот такие слабости, человеческие, общечеловеческие слабости. Ну и естественно уже там в 2-3 часа дня я все-таки решил баночкой пива себя взбодрить. И возвращаясь с магазина, да, я нарушил вот эти нормы гражданские, там какие-то административные. Открыл эту баночку и шел там, слава богу, от магазина. Мне совсем недалеко было идти. И заодно же с собачкой, вот вы увидите. Вот, я с ней прогуливался. Ну вот, померанский шпиц, мой питомец. Питомец нашей семьи. А теперь я обращаюсь к сотруднику полиции. Уважаемый Петров, ну так ты предпочитаешь, чтобы к тебе обращались. А уж извини на ты, потому что судя по физиономии по твоей, ты максимум, наверняка младше даже моего сына. Поэтому извини, я к тебе так буду обращаться. Ну, Петров, сержант еще ко всему прочему. Да, я армию отслужил в свое время и знаю, что такое сержант. Наверняка младшим был, когда он уволился с рядов. Ну, и потом тебе дали по факту того, что ты поступил в ряды доблестной Росгвардии Лычку, старшего сержанта. Ну, если уж на то пошло, я старшиной службу закончил. Поэтому в формате субординации, я думаю, имею право тебя на ты называть. Да, и в формате возрастных каких-то критериев. Ну, так вот, если тебе что-то не нравится, хоть ты и заявил, что ты будешь против. А я выкладываю. Я пользуюсь своим гражданским правом освещать деятельность органов власти. Хотя я здесь, если уж глубоко копать, не согласен с тем, что вы власть. Вы оккупанты. Ну, давайте так. Да, Петров, ты не понимаешь, наверное, где ты, как ты думаешь, служишь, что ты на самом деле работаешь. Я об этом тебе сказал. Друзья, о вас я призываю писать комментарии. И ответьте, пожалуйста. Вот сейчас в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказка. Это опросник. Как вы относитесь к представителям власти? Я дам варианты ответов, они ограничены. Если у вас какие-то другие мысли, то пишите комментарии. Ну, от вас лайк. Если вам понравилось, дизлайк, если вы против всего, что происходило. Ну, и, конечно же, еще раз повторяю, я такой же человек из мяса и костей. А Петрову отдельно заявляю. Если вы, уважаемый сержант Петров, против того, что ваша персона вот так вот маячит на канале, на моем, готовьте иск в суд. По-другому-то в нашем обществе нельзя. Мы же с вами понимаем, что вы подошли ко мне и заявили этого не слыша, что вы готовы применить физическую силу, чтобы меня сопроводить в отдел. И это был ваш, как вы думаете, козырь, уважаемый сержант Петров. Вы претендовали на то, что мы с вами понимаем. Я сейчас не буду озвучивать это слово. Первая буква В, вторая З. Ну, вот на эту самую ситуацию вы претендовали. Я, как юрист, вот так вот предохранился. Применил такой презерватив, да, от ваших вот этих. Нет, я не претендую, что вы планировали получить ВЗ. Вы, конечно, исполняли закон, но вам-то зарплата маловато. Вы увидели человека, а вы подозреваете, что он выпивший, он похмеляется. А почему бы и нет? А тут такой разворот событий. Внимательно подумайте над тем, где вы, что вы и кто вы. Итак, а мы посмотрим на самом деле и послушаем комментарии. Поехали. Так, друзья, это Кузнецов Дмитрий. А вас как зовут? Товарищ сержант. Товарищ сержант. А имя, отчество у сержанта есть? Петров. Петров. Имя, отчество. Мне не нужна фамилия. Я понимаю, что вам не нужна. Скажите, как вас зовут? Петров. Я просто, вы мне не дали паспорт еще раз. Дмитрий. Евгеньевич, я его не обязан. Я удостоверение личности вам предъявил. Итак, друзья мои, у меня, кстати, самый крупный юридический канал на ютюбе, более 30 тысяч. Так вот, меня сейчас пытаются задержать, знаете, за что? За вот эту банку пива увезти в отдел. Да, я согласен. Я признаю, что нужно было спрятать ее в пакетик. И я шел рядом со своим домом, распивал это пиво. Удостоверение личности я предъявил этому господину, представителю Росгвардии. Он почему-то все-таки решает, что я... Как вы говорите, физическую силу ко мне готова применить? Имею право применять физическую силу. А зачем вы об этом упомянули? Потому что вы сказали, что вы никуда не поедете. Да у меня ребенок, ребят. У меня дома сидит ребенок. И у вас... А, дома... Сейчас. Да вы мне говорили, что вам плевать на то, что у меня ребенок один дома. Ну, не буквально так. Я его не вижу. Ну вот, вот. Это вы сейчас подразумеваете, что вам плевать. Это вы так подразумеваете и трактуете это так. Ну, а кто спровоцировал такую трактовку? Господин полицейский. Да. Прилепенки? 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 Ну, вы должны, понимаете, вот мне это окажется. Я буду сейчас вычислить, есть ли у вас реально ребенок? Да, я не обязан вам доказывать. Я вам сказал четкий аргумент. Вы, невзирая на это, по-человечески. Я с вами как раз по-человечески. Давайте мы расстанемся с вами. Вы против, чтобы я выкладывал на YouTube это? Мне без разницы. Мне без разницы. Мне без разницы. То есть вы не против? Прилепенки категорично, я обязуюсь выполнить ваши пожелания. Спасибо большое. А почему вы не хотите? Вы же закон исполнять, вы представитель власти. Поэтому я общаюсь с вами открыто не против. Да, 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 да. А почему вы против? Вот объясните мне. Вот вы в форме, вы сейчас не физическое лицо, не... Эта тема сейчас мы с вами обсуждать не будем. Да просто интересно моим подписчикам. Вы стыдитесь своей деятельности? Не капли. А почему? Ну наоборот, смотрите, круто. Вот я гарантирую, будет круто. Я постоянно забываю, что... Да ничего страшного. Очень будет много комментариев хороших в вашу сторону. Поверьте, вы можете прославить. Было бы здорово. Было бы здорово. Я вам говорю, вы нормально себя ведете. Я веждаю культурных советов. И пришел просто... По сравнению с другими представителями власти. Давайте вот так вот. Вы меня спросите, хочу ли я... Да, вы говорите, да. Я вам сейчас ответил на вашу... Свою работу я выполнил. Я подошел, пресек, пообщался с вами. Да, 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 да. По человечески. Все. Сейчас чисто человеческие вот вопросы. А почему не хотите? Не буду отвечать, не обязан. Конечно, не обязан. Ладно, я пойду. Да. До свидания, удачи. Не успевайте. Да? Понимаете, я пью раз, блин, в два месяца. Просто вчера с друзьями засиделись. А это вы так говорите. Ну, конечно, да. А я не пытаюсь себя оправдать. А я же это вы так говорите. Нарушил закон. В нашей стране как законы. Сегодня это нормально, а завтра ты преступник. В нашей стране, да. А вы на самом деле, мужчина, знаете, я... Петров, вы не сказали имя, отчество ваше, поэтому я вынужден так к вам обращаться. Как бы вам пограмотнее так. Вы не на службе. Вы... Знаете, как сейчас происходит? Вот если вы возьмете... Вы МВД же, да? Или Росгвардия. Как у вас структура называется? Росгвардия. Смотрите, напишите... Ну, зайдите на сайт налоговой инспекции и напишите. Ну, там, название фирмы. Росгвардия. Прямо напишите. И вам вы... Это бесплатно. И вам выйдет выписка ЕГРЮ, где будет написано, что Росгвардия это организация, юридическое лицо, фирма. И вы сотрудник этой фирмы. Это раз. А во-вторых, самое интересное... Вы сейчас с вами... Да не-не-не, я сейчас... Мужчина, мужчина, я вам просто... Вот круто будет. Вы обалдеете, где вы сейчас находитесь. Если вы сейчас не на службе, да, я имею в виду в контексте того, что вот, знаете, не пытаюсь вас каким-то образом унизить или уж тем более оскорбить. Нет. Просто как информацию дам, что вы не на службе, а вот знаете, как в супермаркете, в магазине вы работаете. Понимаете? На фирму, которая не принадлежит... А, она зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки. Правда. И директор этой фирмы, генеральный директор, наделенный полномочиями действовать без доверенности, одно единственное лицо. Вы не имеете права действовать. Я настолько не буду углубляться, я не осветовлен. Вы углубитесь, это для вам будет полезно. На данный момент. Да, вы будете это помнить постоянно, и вам будет не по себе, когда вы будете к людям с банкой пива подходить. Мне нужно продолжать. Конечно, служите. Начальнику своему. До свидания.